Здравствуйте! В эфире программа «По существу» и сегодня у нас в студии руководитель Чувашстата Эльвира Геннадьевна Максимова. Здравствуйте, Эльвира Геннадьевна. Здравствуйте. Эльвира Геннадьевна, на 2015 год одна из задач Чувашстата – это проведение комплекса федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам. Что это за наблюдения, чем они отличаются от каких-то остальных компаний Чувашстата, по каким критериям они проводятся и кто попадет в выборку? Действительно, в последние годы Чувашстат большое внимание уделяет именно обследованию нашего населения, не только предприятий, организаций, а именно населения, домохозяйства, чтобы узнать, как они себя чувствуют в новых условиях, определить их потребности и выработать, наверное, какие-то на основании этих данных, выработать какие-то новые пути взаимодействия органов власти, тех, кто предоставляет государственные услуги именно на улучшение благосостояния наших граждан. То есть передать большую адресность их работе. Да, уже было проведено достаточно много, они с 2011 года у нас в России начались эти обследования. Это репродуктивные планы населения мы узнавали, рацион питания, суточный фонд времени, использование труда мигрантов, условий жизни населения. То есть очень много обследований, достаточно разнообразных, они были непривычны и для органов статистики, и для нашего населения непривычны. Пока на сегодня, конечно, информация, информация по ним формируется только на федеральном уровне. Мы уже говорили и ждем, что вот обследования, которые были проведены в прошлом году, они, конечно, будут уже представлены итогами по нашей республике. И в дальнейшем надеемся, что вот на уровень муниципалитетов, конечно, не пройдет, не будет формирования итогов, но на уровне региональном итоги должны быть. В этом году у нас тоже три таких обследования достаточно интересных. Это обследование доходов населения, участие в социальных программах, обследование населения предусматривается... Вот это обследование населения охватывает 432 домохозяйства, немного более половины это в городе, и остальная часть сельской местности. Конечно, вот это формирование выборки, кого мы будем обследовать, это все формируется на федеральном уровне, то есть мы сами не вмешиваемся в этот процесс. Нам определяются вот эти счетные участки, а счетные участки – это то, что во время переписи населения были сформированы для проведения переписи. Каждый счетный участок – это 150 домохозяйств, условно. То есть у нас отобраны счетные участки, мы выбираем уже... Не мы даже, а выбираются оттуда домохозяйства, в которые нам надо пойти. То есть не сплошь население одного участка? Нет, 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 конечно. Там, допустим, несколько домохозяйств из этого, несколько из этого. Из каждого счетного участка отобрано 48 семей. 24 основной и 24 резервной. Все-таки вот эти вот обследования, почему резервные нужно? Потому что люди могут отказаться. Можем не застать просто людей, придя несколько раз в семью, можем не застать людей, поэтому нужно иметь какой-то резерв для того, чтобы... Ну вот кроме доходов, еще какие темы? Вот насколько я поняла, еще образование попадает в сферу интересов, образовательные услуги. В этом году, да, будет еще у нас в июле и в октябре наблюдение за качеством и доступность услуг в сферах образования, здравоохранения, социального обслуживания и содействие занятости населения. Тоже не первый раз, идет вот второй раз. И тоже пользуются у нас или не пользуются граждане услугами. Насколько они удовлетворены их качеством, что бы они хотели предложить, какие недостатки они видят при предоставлении этих услуг. То есть там не только их, допустим, какое-то отрицательное, может быть, отношение предоставлено. Ну, то есть они могут не просто высказать свое отношение, но и поделиться своими соображениями в этом обследовании. Ну, тоже вот обследование, это обследование, оно будет на основании сети у нас обследования бюджетов домашних хозяйств. Там 500 домохозяйств у нас будет. Вот эти вот такие... Вот вы сказали, что люди на тот случай, если люди откажутся, то формируется резервный фонд. Как часто отказываются? Вообще, насколько сотрудничают с вами со статистикой? Или предпочитают все-таки скрывать? Ну, вот эти вот, допустим, обследования доходов населения, понятно, что там спрашиваем мы заработную плату, суммы, доходы, социальные выплаты различные. То есть те суммы, которые получает гражданин. Это наиболее болезненные вопросы. И здесь, ну, отказы, я считаю, что как бы для нашей республики, наверное, 16,8% отказались от ответов на вопросы. То есть мы их застали дома, но они отказались. В городе, конечно, больше, но у населения тоже 6% населения отказалось от ответа на наши вопросы. На ваш взгляд, это нормально? Эта тенденция есть по всей стране. Чем больше населенный пункт, город, конечно, тем больше. Во-первых, и население относится настороженно к различного рода интервьюерам и к тем, кто приходит в домохозяйство. На селе там люди знают друг друга, мы и подбираем людей. Таких, которые, ну, известные, конечно, незнакомые люди там не ходят. Я думаю, что какая-то вот именно обеспокоенность населения, не то, что они не доверяют именно статистике или государству в нашем лице, а именно боязнь, что это могут быть какие-то, ну, действительно неофициальные лица. Потому что под видом переписчиков придет кто. Мы, конечно, обучаем, как разговаривать с людьми, как настраивать их на позитивную волну с тем, чтобы люди поняли, что это не только нужно государству или нам, но нужно в первую очередь и самим гражданам узнать, чтобы государство узнало, как чувствуют себя граждане нашей страны. Эльвира Геннадьевна, на 2015 год запланирована микроперепись населения. Чем микроперепись отличается от обычной перепись? Ну, понятно, масштабами. А чем-то еще, может быть, поставлены какие-то более узкие тематические рамки? Ну, во-первых, конечно, у нас предусмотрены российскими законодательствами, вообще мировая практика, это что в промежутках между большими переписьми проводятся микропереписи. Как раз после истечения пятилетнего срока, после проведения переписи. Это, во-первых, и включить новые вопросы, опробовать эти новые вопросы, это опробовать новые способы обработки информации, получения информации. Это именно своеобразная тоже подготовка к большой переписи. Ну, вот среди целей микропереписи 2015 года корректировка сценарных условий проведения демографических прогнозов на основе исследования репродуктивных планов населения. То есть вы действительно планируете обращаться к людям на предмет их планов? Да. Будут ли они увеличивать свои семьи? Сколько детей планируют они иметь. То есть эти вопросы новые, они включены в микроперепись населения. Для изучения устойчивости брачно-семейных отношений. Ну, это вопросы, как бы, они всегда есть во всех переписях. Состояние в браке, отношение к браку, это вопросы есть. Они и при большой переписи, и при микропереписи, они у нас опрашиваются население по этим вопросам. Насколько увеличивается, допустим, число граждан, живущих в незарегистрированном браке. Такая тенденция была, вот, и 2002 год переписи, и 2010 год показало, что увеличение этого количества есть семей. То есть это посмотрим. Илья Геннадьевна, вот очень интересный нюанс. По итогам переписи, мужчин, считающих себя женатыми, оказалось гораздо меньше, нежели женщин, считающих себя замужем. Да. Вот такая тенденция характерна для Чувашии? У нас тоже такая же ситуация. То есть женщины считают, что они в браке, мужчина может считать себя, наверное, свободным в каких-то отношениях. То есть у нас тоже такая ситуация была, как в целом по России. Проверить это невозможно, да? Конечно. Поскольку никто не требует от респондентов... Паспорта, каких-то других документов, вся информация записывается со слов респондентов. И, конечно, мы полностью доверяем и надеемся, что подавляющим большинстве люди отвечают правдиво. Ну вот, еще интересная задача изучения процессов, происходящих в национальном и языковом составе населения. Ну, могу сказать, что вот один... Национальность она у нас есть. По самоопределению граждане говорят о том... Новые вопросы вот тоже будут опробоваться в ходе переписи. Это какими языками человек пользуется в повседневной жизни. Не только вот, как у него... То есть он может сказать чувашский язык или, например, русский язык, а в повседневной жизни пользуется чувашским языком. То есть вот это вот тоже посмотрим. Приобретение российского гражданства тоже будет. Вот эти новые вопросы тоже будут у нас в ходе микропереписи. Будем уточнять все население. Какие-то еще новые темы будут затронуты, вот помимо тех, что мы упомянули с вами? Ну, еще, наверное, по какой причине не посещают дети дошкольные образовательные учреждения, наличие инвалидности. И в отличие от большой переписи будут опрашиваться граждане, которые не проживают вот в данном помещении более одного года. Ну что ж, спасибо вам большое. Спасибо вам. Я напомню, что сегодня нашей собеседницей была Эльвира Геннадьевна Максимова, руководитель Чувашстата. Спасибо за внимание и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok